В такие морозы только и думая, сейчас бы в тепло к морю. Если вам вдруг предстоят перелеты в другие края, приезжайте в аэропорт чуточку раньше. А все ради чего? Ради того, чтобы заглянуть в музей авиации Севера. Здесь будет интересно каждому. Детей сразу увлечет тренажер вертолета Ми-2, который раньше служил во втором авиаотряде для отработки внештатных ситуаций. Думаю, и взрослым захочется запрыгнуть в кабину и почувствовать себя словно настоящий пилот. Вообще, сам музей небольшой, но грамотно выставленная экспозиция позволяет внимательно проследить за историей авиации у нас на Севере. Например, здесь я узнала, что первый раз на Архангельск с воздуха посмотрел Александр Васильев. Это произошло в июле 1911 года. Самолет взлетел с пустыря, где сегодня находится Стадион Труд и пронесся над Кузнечихой. Другой раздел рассказывает об авиации во времена Первой мировой и Гражданской войны. Отдельно в экспозиции отражены скорбные вехи Великой Отечественной. Интересно, что в музее есть и отдельный уголок, посвященный космонавтике. Тут и легендарные тюбики с космической едой, и земля с места гагаринского запуска. В общем, советую заглянуть сюда каждому. Вряд ли среди нас найдется абсолютно равнодушный к небу и чудесам полета. Перед посещением нужна предварительная запись. Я это сделала по телефону 63 15 64, код города 8182. Песни поморов и древние промыслы. В свое 95-летие готовится отметить Северный хор. К этой дате он подготовил программу «Жемчужины русского севера», которая познакомит зрителя с утраченным ремеслом добычи жемчугам через песни Мизенского и Карельского берегов Белого моря. Первыми новую программу увидят жители Новодвинска, Архангельска и Северодвинска. Так что наводите справки по номеру 20 39 49, а билеты ищите в местах проведения и на сайте kassir.ru. В Архангельском молодежном уже во все ощущается атмосфера весны. Да не простой, а европейской. В программу фестиваля этого года вошла постановка, уже известная архангельскому зрителю «Север». 6, 7 и 8 марта ее покажут, как и прежде, в здании МРВ. А в 27 и 28 марта ознакомимся с «Севером-2». Спектакль-инсталляция еще готовится, но уже ясно, что это будет абсолютно новая история размышления о будущем нашего края. К посещению рекомендую обе постановки, так что не пропустите. Выбирая на какой спектакль сходить, обратите внимание на афишу Архангельского театра кукол. Кроме детских постановок, там найдется кое-что и для нас с вами. Например, 20 и 21 марта там покажут настоящее театральное представление «Любовь к трем апельсинам». Билеты ищите в классе театра кукол и на портале quicktickets.ru. Такой была афиша этой недели. Желаю вам приятных выходных и побольше тепла. Пока-пока!